Двойник Раскольникова В каждом из них, то есть из двойников, герой умирает, то есть отрицает сам, чтобы обновиться, то есть очиститься и подняться над самим собой. Так феномен двойничества объяснил Бахтин. Кто такие двойники? Если посмотреть на них с точки зрения героя, то двойник выражает тайные чувства, желания, искушения, которые находит воплощение в окружающих людях. С точки зрения автора, это расщепленные и доведенные до предела идеи центрального героя, получающие дополнительную наглядность, проверяемые и таким образом, искаженное, преувеличенное зеркало героя. Первым из двойников является Свидригайлов Аркадий Иванович. Он помещик, богатый человек. Фамилия его говорящая, и обозначает она похотливый, сладострастный, отталкивающий и омерзительный. У этого образа есть реальные прототипы. Портрет его говорит о том, что к своим 50 годам этот человек, хотя и прожил бурную во всех отношениях жизнь, сохранился хорошо и был еще достаточно красив. В чем значение образа Свидригайлова? Он не терзается, как Раскольников, идея о том, тварь ли он дрожащая или право имеет. Он знает, что он имеет право. Ему все дозволено. Ему дозволено убивать, насиловать, ему дозволено врать. Он не чурается этого. Для чего нужен этот образ? Он является предупреждением Раскольникову о возможной судьбе. Ощущение пустоты и оторванности людей губительно для человека. Поэтому Свидригайлов заканчивает свою жизнь самоубийством. История жизни Свидригайлова. Он был шулером, сидел в долговой тюрьме, женился на Марфе Петровне из-за денег, изнасиловал девочку, которая потом покончила с собой. Довел до самоубийства Лакея Филиппа. Вот какой-то ужасный человек. Но не нам судить его, наверное. Потому что он совершил доброе дело перед смертью, перед самоубийством. В фабуле романа он выступает как волшебный помощник. Именно он помогает Соне и ее семье. Он оплачивает нахождение детей Екатерины Ивановны в пансионе. Он дает деньги Сонечке, потому что знает, что она последует на каторгу за Раскольниковым. Петр Петрович Лужин – это другой персонаж, который является двойником Раскольникова. Он дальний родственник Свидригайлова, адвокат. Выдвинулся в люди благодаря труду, но деньги для него – самое главное. Обратите внимание, его зовут Петр Петрович. Достоевский не любил это имя. Оно напоминало ему о Петре I, реформы которого Достоевский не принимал. И Петр Петрович – это камень плюс камень, плюс лужа. Получается грязь. Вот какова символика этого имени. Самое главное для Лужина – это деньги. Он также, как и Раскольников, изобрел теорию. Это теория целых кафтанов. Он говорил, если я по христианской идее должен поделиться с ближним своим кафтаном, тогда ему кафтан, ему половина кафтана, и мне половина, а мне половины мало. Мне, только мне нужен целый кафтан. Он эгоцентричен и отражает одну из сторон характера Раскольникова. Вторая теория Лужина – о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями. Поэтому он решил жениться на Авдоте Романне. Ведь честь ее запятнал Свидригайлов. И Лужин надеется, что в знак благодарности Дунечка всегда будет его любящей и верной женой. Отличие Раскольникова от двойников состоит в том, что он способен к жалости и состраданиям. Им не движет расчет, не порог. В нем не заложено стремление к справедливости и победе над злом. Порфирий Петрович тоже может считаться двойником Раскольникова, потому что это человек умный и образованный. Соня Мармеладова – оппонент Раскольникова. Это она восклицает в романе. Это человек-то вожь. Именно Соня является христианским идеалом Достоевского, воплощением его главной идеи. Продолжаем наш разговор о романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». И поговорим сейчас о снах Раскольникова. «Редкое произведение русской литературы обходится без сна», – говорил Алексей Римезов. «Пожалуй, во всей европейской литературе нет писателя, в творчестве которого сны играли бы такую большую и существенную роль, как у Достоевского», – сказал Бахтин. «Сон как литературный прием» помогает автору раскрыть внутренний мир героя. С помощью сна передаются переживания героев. Часто сон носит символический характер или предсказывает развитие сюжета. Сон как композиционный элемент сжат, дает психологическую характеристику, помогает осмыслить идейное содержание произведения. В романе Раскольников видит пять снов. Первый сон – это сон до совершения преступления. Остальные следуют после него. И завершается роман в эпилоге. Мы видим сон о моровой язве. Сон, который спас Раскольникова и привел его к новой жизни. Итак, первый сон – сон о лошади. Раскольникову накануне убийства снится, что он маленький, вместе с отцом идет по площади и видит, как мужики забивают лошадь. Ему жаль, он старается помочь и просыпается в бреду. Сон отражает двойственность натуры Раскольникова. Он жалеет животное, которое видит во сне и готов убить старушонку, человека погубить. Символика первого сна очень интересна. Здесь присутствуют два противоположных места – кабак и церковь на кладбище. Кабак олицетворяет пьянство, низость, зло. Церковь находится в трехстах шагах от кабака. Это небольшое расстояние, но куда пойдет человек? Вот вопросы, которые ставит перед нами Достоевский. Сон об Африке небольшой, где видится райская жизнь, которой нет в реальности Раскольникова. Сон об Илье Петровиче и хозяйке передает испуг Раскольникова, потому что он задолжал за квартиру, потому что он совершил преступление, и эта тревога выходит с помощью сна. Сон о смеющейся старухе – страшный и ужасный сон в романе. Когда смотришь, читаешь эти страницы, тебе кажется, что старушонка сидит и нагло смеется где-то там в уголке, а ты не знаешь, как избавиться от этого навязчивого смеха. И последний сон. Сон о конце света. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Эти избранные как раз те, которым все разрешено. Раскольников отрекается от них. Он принимает себя, он понимает Соню, он понимает, что человек – это не тварь дрожащая. Человек – это звучит гордо. Ребята, предлагаю вам еще раз углубиться в чтение романа Достоевского и подготовить цитатную характеристику Сони Мармеладовой, спасительницы Раскольникова, образа, который несет христианскую идею Достоевского. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие десятиклассники! Сегодня мы начинаем с вами цикл уроков по химии и тема нашего урока – полисахариды. И сегодня мы рассмотрим важнейшие представители полисахаридов – крахмал и целлюлозу. Давайте вспомним, какие углеводы вы уже изучили. Мы с вами знаем, что существуют моносахариды. Приставка «мона» означает «один». Это элементарный, если так можно выразиться, углевод, состоящий из одного звена при взаимодействии с водой. Этот углевод не превращается в другие, более простые углеводы. На уроках вы рассматривали глюкозу, фруктозу и наверняка знакомы с рибозой. Также вы успели рассмотреть олигосахариды. Приставка «олего» означает «несколько». Мы рассматривали «дисахариды» на уроках, представителем которого является сахароза. Приставка «ди» означает «два». То есть сахароза уже состояла из двух звеньев. Ну и сегодня мы будем рассматривать полисахариды. Приставка «поли» наверное тоже вам уже известна. Полисахариды – это огромные молекулы, состоящие из большого количества повторяющихся звеньев. Вы можете записать определение. Полисахариды – это высокомолекулярные углеводы, состоящие из большого числа молекул моносахаридов. Поскольку элементарным звеном полисахаридов являются моносахариды, давайте вспомним, какой моносахарид мы с вами изучили. Это была глюкоза. Глюкоза имеет линейную формулу. Если мы ее представим в виде листочка, то вы наверное также помните, что в растворе глюкоза может образовывать циклы. И замкнуться эта линейная формула может вот таким образом. Вы видите, что синий цвет оказался у меня внутри, но может замкнуться и вот таким образом. И тогда синий цвет оказывается вверху. Таким образом, мы с вами имеем альфа-форму циклическую, где гидроксид первого атома углерод находится внизу цикла, и бета-форму. Для нас это очень будет важно в последствии. Также хочу обратить ваше внимание, что в циклической форме отсутствует альдегидная группа. То есть в циклической форме глюкоза не проявляет свойства альдегидов. Мы с вами рассмотрим полисахариды, крахмалу и целлюлозу в сравнении. Я предлагаю изучить крахмалу и целлюлозу в сравнении, заполнив таблицу по следующим пунктам. Состав, строение, физические свойства, химические свойства, нахождение в природе, биологическая роль и применение. Итак, начнем с состава. Крахмалы и целлюлозы состоят, как мы уже сказали, из остатков глюкозы, но главное отличие. Крахмал состоит из остатков альфа-глюкозы. Вы помните, да, что мы можем глюкозу замкнуть вот таким образом. А целлюлоза состоит из остатков бета-глюкозы, которые замкнуты вот таким образом. Крахмалы и целлюлозы – это огромные молекулы полисахариды, которые состоят из множества таких остатков. Как же нам составить формулу крахмала и целлюлозы? Для того, чтобы глюкоза соединилась между собой, молекулы соединяясь образуют низкомолекулярный продукт воду. Такие реакции называются реакции поликонденсации. И если мы от молекулы глюкозы, зная то, что при соединении образуется молекула воды, она выделяется лишним продуктом, отнимем от С6H12H2O, то мы получаем формулу и крахмала, и целлюлозы С6H10O5. Но поскольку это полисахарид, мы можем сказать, что таких звеньев у нас будет энное количество. Крахмала и целлюлоза отличаются не только остатками глюкозы, но и также количеством этих остатков. В крахмале их от нескольких сотен до нескольких тысяч, в целлюлозе уже гораздо больше, до нескольких миллионов. Мы с вами знаем, что глюкоза является первичным продуктом фотосинтеза. Но, конечно, клеткам растений неудобно хранить глюкозу отдельно, поэтому она старается упаковать эти молекулы как можно плотнее. Таким образом мы получаем крахмалы целлюлозы. Альфа-глюкоза может упаковываться в линейные формулы, но чаще всего линейные молекулы превращаются в такие разветвленные, амилозы и амилопектин. Целлюлозы же представляют из себя длинные линейные молекулы. Это сказывается и на химических, и на физических свойствах. Давайте рассмотрим физические свойства крахмала и целлюлозы. И крахмал и целлюлозы являются белыми веществами, нерастворимыми в воде, без вкуса и запаха, в отличие от простейших углеводов, которые сладковатые на вкус. Крахмал может растворяться, вернее, частично набухать в горячей воде, растворяется только лишь малая часть крахмала. Крахмала достаточно много содержится в плодах растений, в зернах, кукурузии, особенно много его в рисе. Целлюлоза в большом количестве содержится в льне, хлопке, но также древесина состоит на 50% из целлюлоза. Какими же химическими свойствами обладают полисахариды? И крахмал, и целлюлозы подвергаются гидролизу, то есть разложению под действием воды. Но нужно отметить, что крахмал гидролизуется, то есть разрушается ступенчато. Вы можете себе представить, как заготавливают лес. Сначала отпиливают от дерева крупные ветки, боковые, а потом уже все бревно делят на более мелкие частички. Точно так же и крахмал, мы помним, что его структура разветвленная. И сначала она разрушается на более мелкие веточки декстрины. Обратите внимание, что количество звеньев уменьшается. После этого на мальтозу дисахарид, который состоит из двух остатков глюкозы, ну и наконец мы получаем глюкозу. Целлюлоза, как правило, эти ступени минует, и сразу при гидролизе образуется конечный моносахарид, то есть единичное звено, из которого состояла целлюлоза, это глюкоза. Ну и в конечном случае гидролиза крахмала мы тоже получаем глюкозу. Мы помним, что в молекулах и крахмала, и целлюлозы есть гидроксогруппы, то есть они проявляют свойства спиртов, а спирты могут вступать в реакции этерификации или образования сложных эфиров. Сложные эфиры крахмала практического значения не имеют, но вот сложные эфиры целлюлозы с азотной кислотой применяются в качестве бездымного пороха, а также при производстве фото- и кинопленки и других материалов. При взаимодействии с уксусной кислотой мы получаем ацетатное волокно, из которого делают искусственный шелк и другие волокна. С волокнами вы будете знакомиться на последующих уроках. И последнее, на чем хотелось остановиться, это на качественной реакции крахмала, который дает синее окрашивание с йодом. Для закрепления предлагаю вам выполнить тесты, которые могут встретиться в заданиях ЕГЭ. Единый государственный экзамен проверяет свойства углеводов на базовом уровне, поэтому задания достаточно простые. Крахмал не взаимодействует с йодом, гидроксидом меди, водой в присутствии кислот и ферментов. Хотелось бы обратить ваше внимание, что гидролиз крахмала происходит именно или в присутствии кислот, или в присутствии ферментов, как в нашем организме. С йодом мы знаем, это качественная реакция, поэтому правильный ответ с гидроксидом меди. Целлюлозы не вступают в реакции гидролиза, нитрования, горения, хлорирования. Мы знаем, что целлюлоза подвергается гидролизу с образованием глюкозы, прекрасно нитруется, и как любое вещество органическое, она может гореть. Поэтому здесь правильный ответ – хлорирование. Итак, если вы заполняли со мной таблицу вместе, то у вас должны быть заполнены пункты состав, строение, физические и химические свойства и частично применение. Нахождение биологической роли должны быть известны вам еще с уроков биологии, но вы можете дополнить их, используя учебник, параграф 33 и 34. И в завершении хотелось бы задать вам такой вопрос. Где же вы можете применить знания, которые вы получили сегодня на уроке? Я думаю, что теперь, зная химию, вы можете с этой точки зрения обосновать, почему же нам советуют специалисты по питанию использовать хлеб, крупы и рис как основу нашего питания. Ведь все эти продукты содержат в своем составе крахмал. И мы знаем, что попадая в наш организм, крахмал ступенчато гидролизуется, и таким образом глюкоза поступает в кровь медленно, не так быстро, как если бы мы съели сладости. И это сказывается очень положительно на нашем здоровье. Я желаю вам здраво подходить к своему питанию и быть здоровыми. Всего хорошего. Здравствуйте, десятиклассники. На вопрос, хотите ли вы быть счастливыми, наверное, каждый из вас ответит «да». И согласитесь, что очень важной составляющей счастья является любовь. Любовь – это очень многоградное чувство к родине, к родителям. Но мы на уроке биологии. Давайте посмотрим на это чувство с биологической точки зрения. Любовь – это одно из проявлений полового инстинкта. И минимальным условием для наличия такого инстинкта является половое размножение, в котором участвуют два организма. А по сути, ребята, участвуют две клетки – сперматозоид и яйцеклетка. Посмотрите, какие они разные. Яйцеклетка крупная, богатая питательными веществами, и маленький, но очень целеустремленный сперматозоид. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как образуются такие особые половые клетки, участвующие в процессе полового размножения. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – развитие половых клеток, которые иначе называются гометы. Поэтому гометогенез – стадии овогенеза и сперматогенеза. И как практичные люди, мы все сегодня мыслим категориями ЕГЭ. В конце урока мы посмотрим, где можно применить те знания, которые вы сегодня получите. Итак, гометогенез – образование половых клеток, яйцеклетки и сперматозоида. Процесс образования яйцеклетки называется овогенез. Процесс образования сперматозоида называется сперматогенез. Ребята, обратите внимание, что два слова разные, но имеют общее. Окончание – генез, генез, а вот начало разное. И дальше мы неоднократно к этому будем приходить. Овогонии – сперматогонии. Овациты – сперматоциты. То есть вам достаточно запомнить вторую часть слова. А первое, если это овогенез, вы добавите ова, если это сперматогенез, вы добавите сперматогенез. Итак, гометогенез происходит, естественно, в половых железах. Овогенез в яичниках, сперматогенез в семенниках. Процесс очень сложный, поэтому разбит и во времени, и в пространстве. Выделяют определенные стадии гометогенеза. И обратите внимание, что три стадии написаны посередине, потому что они общие для овогенеза и сперматогенеза. Несмотря на то, что сперматозоиды очень маленькие, вот здесь, видите, внизу приютилась еще четвертая стадия – стадия формирования. Итак, в овогенезе мы выделяем три стадии, в сперматогенезе мы выделяем четыре стадии. Стадия размножения, стадия роста, стадия созревания одинаковы для сперматогенеза. Стадия формирования появляется только в сперматогенезе. Для того, чтобы разобраться в очень сложной науки биологии, нужна какая-то система. Я вам предлагаю рассмотреть эти стадии по двум моментам. Суть, процесс основной, который протекает в этой стадии, и результат стадии. Итак, вот с этой точки зрения мы будем рассматривать каждую стадию. Стадия размножения. Во время размножения происходит метоз. Напоминаю, что метоз – это деление, при котором из одной клетки получается две с набором хромосом идентичным, то есть точно таким же, как и материнское. При овогенезе в результате метоза образуется овогония, при сперматогенезе образуется сперматогония. Набор хромосом у них, обращаем внимание, остается диплоидным. Диплоидный такой же, как у всех соматических клеток организма. Следующая стадия – стадия роста. Вот само понятие роста клетки подразумевает, что в этот момент клетка явно не делится. Действительно, на стадии роста мы наблюдаем интерфазу, промежуток между делениями. Клетка увеличится в размерах, накапливает питательные вещества. И самое главное, что происходит во время этой стадии – репликация ДНК. Посмотрите, пожалуйста. 2N, 2C. Что такое 2C? Что такое 2N? 2N-диплоидный набор, 2C означает, что каждая хромосома состоит из одной хроматиды. Количество хромосом и хроматид совпадает. Основа хроматиды составляет ДНК. Количество хромосом и количество ДНК совпадают. Например, для человека 2N – 46 хромосом, 2C означает, что тоже 46 ДНК. В стадии роста интерфаза происходит репликация само удвоение ДНК. И количество ДНК становится в два раза больше. Количество хромосом при этом не изменяется. 46 хромосом для человека, но 92 ДНК. 2N, 4C. И образуются при овогенезе овоциты первого порядка. При сперматогенезе в результате стадии роста образуются сперматоциты первого порядка. Набор хромосом 2N, 4C. 46 хромосом, 92 ДНК, если мы говорим о человеке. Первые две стадии – овогенез и сперматогенез не отличаются. И вот наступает третья стадия. Третья стадия – стадия созревания. Здесь происходит миоз. Особое деление, при котором из одной диплоидной клетки получаются 4 гаплоидные. Из одной диплоидной клетки получаются 4 гаплоидные клетки. Давайте посмотрим, в чем разница между овогенезом и сперматогенезом на стадии созревания. Итак, после первого деления при овогенезе образуются 2 гаплоидные клетки. Но только одна из них – овоцит второго порядка. И обратите внимание, он уже гаплоидный. Но каждая хромосома удвоенная, поэтому мы записываем 1Н2С. Для человека это 23 хромосомы из 46 ДНК. И одно маленькое полярное тельце. По сути, это ядро обтянутое немножко от цитоплазмы и мембраны. Нужно же куда-то девать второе ядро. После второго деления миоза образуется яйцеклетка. Вот эта большая клетка, которая забирает всю цитоплазму практически. И три полярных, они же направительные, они же редукционные тельца. При сперматогенезе совершенно другая картина. После первого деления образуются сперматоциты второго порядка. Два равноценных гаплоидные клетки с удвоенным количеством ДНК. После второго деления 4 не сперматозоиды. 4 сперматиды. Сперматиды – это не сперматозоиды. У них нет акросомы, которые позволяют проникать яйцеклетку. У них нет жгутика. Недоформированная клетка. И для того, чтобы сформироваться окончательно сперматозоиды, сперматиды поступают на стадию формирования. Итак, в результате стадии созревания образуются 4 сперматида. Гаплоидные клетки, которые на стадии формирования превращаются, приобретая все необходимые структуры, в 4 сперматозоида. Одна крупная яйцеклетка – результат овагенеза. 4 мелких сперматозоида – результат сперматогенеза. Еще раз просмотреть этот материал, еще раз прочитать. Вы можете, используя наш учебник. Учебник Сухоруковой, биология 10-11 класс. И, конечно же, интернет-ресурсы «Российская электронная школа ЕГЭС ДАМГИА.РУ». Ну а теперь давайте посмотрим, где можно применить полученные знания. Линия 27 – одна из самых сложных линий ЕГЭ. Два типа заданий, один из типов посвящен нашей теме. Кориотип одного из видов крыс составляет 38 хромосом. Определите количество хромосом в клетках зоны роста и в клетках зоны созревания в конце второго отделения. Объясните, какие процессы протекают в этих зонах. Совет. Внимательно прочитайте вопрос. И отвечайте не с последнего вопроса, начиная, а с первого вопроса. Итак, определяем количество хромосом в клетках зоны роста и в клетках зоны созревания. Возвращаемся к нашему слайду. Зона роста, стадия роста. Количество хромосом не меняется. 38 хромосом, 38 хромосом. 38 хромосом. После первого отделения стадии созревания образуются гаплоидные клетки. Количество хромосом сокращается в два раза. 19 хромосом. При сперматогенезе 19 хромосом. Какие процессы протекают? Стадия роста интерфаза. Клетка не делится, накапливает питательные вещества. Происходит репликация ДНК. Стадия созревания, первое отделение. Получаются гаплоидные клетки, потому что в первом делении к полюсам расходятся по одной хромосоме от пары гомологичных хромосом. Таким образом, мы осветили те процессы, которые протекают на стадии роста и созревания. На этом наш первый урок закончен. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова